Микс Ньюз. Утро на Балткоме. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Начинаем утро на Балткоме. Как мы анонсировали сегодня на гостях профессор университета Страдания, доктор медицины, инфектолог Ангеллига Круменя. Доброе утро. Доброе утро. Да, ну может начнем с такого вопроса, который часто вам задают не только на студенты, но и знакомые, может быть, родственники. Можно ли говорить о второй волне или это, не знаю, продолжение первой? Да, вопрос хорош, потому что все-таки приближается вторая волна, и мы знаем, что ситуация в наших соседних странах тоже нехороша уже, да, так что все-таки вторая волна. Вот, наверное, сколько врачей, столько и мнений. Одни медики говорят о том, что, возможно, COVID-19 превратится в такой сезонный вирус, как грипп. Да, другие считают, что все-таки нет. Если удастся вот эту вакцину изобрести, внедрить, и она будет эффективной, то, в принципе, возможно, этот COVID-19 исчезнет. Как вы считаете? Да, ну вся надежда на вакцину. На данный момент, пока она вырабатывается, да, конечно… Вы уверите, что, в принципе, она возможна? Она возможна, только это вопрос времени. Так как на данный момент она еще… В фазе обследования рановато еще какие-то прогнозы. Если так уж, ну, по-честному, вирус, конечно, будет и циркулировать целый год. То есть сезонный вариант. Когда появится натуральная наша надежда вакцина, посмотрим, как это будет развиваться. Я так понимаю, что все-таки вопросов еще в медицине об этом вирусе много. Кто-то считает, что все-таки те, кто переболел, вроде второй раз не могут заболеть. Есть версии о том, что все-таки могут заболеть? Да, есть версии, что антитела, которые вырабатываются после заболевания, да, они не постоянно. И поэтому, ну, некоторые люди все-таки слабо переболели и могут слабо развиваться эти антитела. И не исключено, что они могут, то есть, заразиться повторно. Есть такая теория. Да, ну вот, к сожалению, может быть, что вот эта медицинская проблема превратилась в такую проблему социальную, экономическую. Здесь разные есть подходы. Вот есть те страны, наверное, или те политики, которые придерживаются очень таких жестких подходов. И сейчас целый ряд стран мы видим опять введены ограничения, закрыты школы, другие учебные заведения, дискотеки, рестораны и так далее. Другие считают, что, ну, нельзя опять всех посадить на самоизоляцию, это будет гибель для экономики. И они пытаются смягчить вот те критерии, вот, которые были. Вот, не знаю, вы к какой группе. Я понимаю, что, может быть, этот вопрос больше к эпидемиологам относится, но все-таки как вы считаете? Я считаю, что, во-первых, наша эпидемиологическая ситуация на данный момент хороша, если по сравнению с другими. И благодаря этим условиям я хочу выразить большое спасибо нашим эпидемиологам и экспертам, которые смотрят за нашу ситуацию и дают выговоры, и дают, то есть, так, как нам надо себя вести. Если вы, вот, лично меня спрашиваете, вот, надо строго-строго, вот так, как в других странах, тогда нет. Потому что, если все-таки есть какие условия, которых надо соблюдать, и мы соблюдаем, тогда мы видим, что результат есть. Те, которые не соблюдали или рановато как-то смягчили уже условия, вот мы видим, что ситуация такова, как она есть. Я знаю, что в многих странах, и у моих знакомых, в Канаде, например, конечно, они в школах и везде не носят вот эти маски. Конечно, это отрудняет ситуацию, затрудняет, и не все довольны. Но, так как у них ситуация совсем не хороша, да, но надо это соблюдать, эти правила, там другого выбора-то нету, да. У нас пока, ну, более-менее хорошо, потому что мы держим эту эпидемиологическую ситуацию, и все под контролем. Ну, нет такой ситуации, что, наверное, это психологически понятно, что люди расслабились. Вот мы же все бываем в магазинах, мы видим, что уже зачастую, не могу сказать большинстве, зачастую уже два метра не соблюдается. Опять появились все эти вот такие ночные вечеринки, тусовки. Я понимаю, что людям тяжело полгода сидеть вот дома, да, но расслабились. Вы тоже, наверное, это видите, да? Я с вами полностью согласна, потому что то, что мы выйдем, я увидела, то есть, после работы, после школах, есть эти тусовки, есть ситуации, где люди полностью забывают насчет этих два метра, да. Ну, это беда, конечно, да. Но, со второй стороны, если вот так категорически все время за два метра, тогда у нас должны вести, я не знаю, ну, такие правила, что люди вообще будут бешенными. Я извиняюсь за выражение, потому что это все-таки социальная проблема, да, ну, и физическая проблема, как соблюдать вот эти два метра. В школах, например, и в высших школах у нас строгие правила, и эти маски, и все есть, и как там сидеть, и что, где, когда. То есть, у вас студенты тоже как-то… У нас, да, скоро начнутся, то есть… Заочные уже обучения. Да, заочно, да, пока у нас через студии идет это, да. Да, то есть, пока виртуально, а потом уже в студии придется. Пока виртуально, и все идет, да. А посмотрим, когда начнутся, например, в нашем университете, вот так, заочно, как мы говорим, да, ситуации могут повернуться чуть-чуть по-другому. То, что люди расслабились, это правда. Со второй стороны, как я уже приметила, да, 24-7 соблюдать все время, вот это невозможно. Это социальная, физическая, психологическая, точно невозможно. Вот есть такая, не знаю, теория, невозможно, еще ученые будут ее изучать, что даже те, кто не заболели, уже, ну, в Латвии, может быть, меньше, но в других странах, где была высокая заболеваемость, они все-таки эту дозу вируса получили, организм с ней встретился, отреагировал, и, может быть, постепенно все-таки вот этот коллективный иммунитет, нет, на что очень Швеция надеялась, но, видимо, не удалась эта концепция, да, как вот вы к этому относитесь? То, что многие встретили с вирусом, это уже известно. То, как отрабатывается наша иммунная система, мы обследуем. У нас на данный момент в Латвии идет хорошее исследование насчет этих антител, соблюдаем образцов, да, организуем вот эти обследования этих людей, которые заболевшие, да, и в конце года у нас будут выводы, какова ситуация на данный момент и так, как у нас была в Латвии. Так что очень хорошее такое государственное обследование идет на данный момент. Да, ну, как поздно, наличие, видимо, вот этого COVID-19 не исключает и других вирусов. Сейчас все с ужасом ждут сезонного гриппа, и может ли произойти какая-то, не знаю, комбинация, наверное, это самое опасное, да? На данный момент известно, что гриппа уже приближается, да, поэтому избежать гриппа невозможно будет, и комбинации, если вы спрашиваете, там, вот, COVID-19 плюс грипп еще, конечно, не исключено, потому что некоторые признаки все-таки одинаковые, да, и люди будут контактироваться все-таки, да, карантин не всем будут, самоизоляции не все соблюдают, я извиняюсь, да, а главное, как избежать от гриппа, максимально то, что мы можем делать, это прививка. На данный момент она уже есть, поэтому люди уже начинают интересоваться, и... В принципе, это правильно, да? Что? Это правильная позиция, да, что надо все-таки прививаться, да? Да, прививаться, потому что прививка давным-давно проверена, она работает, и людям, с моей стороны, просьба, будьте бдительными и делайте эту прививку. Все-таки стоит, да? Все-таки стоит, это могу сказать, как инфектолог, года мы уже пользуемся, и не только медики, но те, которые тоже, скажем, ну, все-таки такие ответственные люди, да, и молодые прививаются, и старым обязательно надо, потому что это все-таки уже не только наши государственные рекомендации, но это уже как бы установка, то есть как бы обязательно делается от государств, которые уже тоже проверили вот эту прививку. Так что обязательно надо. Да, вот если мы вообще говорим и о вакцине, возвращаясь к вакцине COVID-19, на ваш взгляд, почему вот так вот затянулось? Или это нельзя сказать, что затянулось? Не так много времени прошло, да, вот с начала этой пандемии? Я бы не сказала, что затянулось, просто нам известно, что любая прививка должна пройти длинную путь. Если что-то делается в спешке, это, ну, не будет тот риск. Это большой риск, да, поэтому я бы не сказала, что это все-таки что-то замедлилось, просто прививка идет в свой путь. Но я бы сказала, что если она начата в этом году, да, как бы известно, да, ну, то, конечно, по времени это мало еще, мало. Да, интересно, даже вот в России, которая объявила о регистрации вакцины, в принципе, массовая вакцинация же не началась, я так понимаю, что они проходят еще третью стадию клинических испытаний. Проходят третью, вы правы, да, и там еще какие-то контроверсальные ситуации и большие риски все-таки. Тем не менее, да? Ну, тем не менее, да. Тем более, я так понимаю, что она двухэтапная, да, то есть один раз прививается, потом через две недели второй. Да, 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 там по рекомендациям так оно и будет, скорее всего. То есть, скорее всего, так и будет, да? Скорее всего, да. Ну, пока мы сами в момент ожидания и не делаем ничего в спешке. Если мы говорим вообще о лечении COVID-19, можно ли считать, что и в том числе латвийские инфекционисты, они чуть-чуть продвинулись, вот, не знаю, в стратегии лечения? Мы понимаем, что специфических препаратов нет, вот нельзя сказать, что, не знаю, принял эту таблетку или сделал эту инъекцию, и вируса больше нет, да? Но какой-то всё-таки, я так понимаю, есть прогресс вот в лечении, даже в этой ситуации, да? Я хочу сказать большое такое спасибо и выражение благодарства сказать нашим специалистам, нашим медикам в Латвии, не только инфектологам, но и другим специалистам, которые хорошо выучили и смотрят рекомендации и, то есть, практику, какова она в других странах. И на данный момент мы вырабатываем свои, то есть, руководство, как, то есть, самая лучшая диагностика, самая лучшая терапия для COVID-19 пациентов. На данный момент у нас такой этап, вырабатывается вот это руководство. Вот я помню, что, по-моему, вы были, я так читал, в родном городе, в Стайцево, да, по-моему, вот вы были в библиотеке с лекцией, да? О, да, да-да-да-да-да. Да, и там действительно чуть, я так понимаю, рассказывали об истории инфекционных заболеваний. Конечно, если мы посмотрим мировую историю, но это не первая пандемия, мягко говоря, было несколько пандемий. Ну, вот очень долгие, может быть, не знаю, пессимисты по жизни говорят, ну, как же так, мы в 21 веке, а нам фактически всё, что могут предложить врачи на данном этапе, ну, кроме там, если уже экстренные случаи реанимации и так далее, всё, что могут предложить, это, не знаю, маски, мытье рук и изоляция, да, вот, ну, вроде 21 век мы должны обладать каким-то большим арсеналом. Или это обычно всегда в истории человечества так происходит, если что-то такое новое и непонятное? Вы правы, потому что история продолжается, и новые моменты, то есть новые агенты всё время приходят. То, что было, уже как бы забывается, но мы не должны забыть, что всё-таки инфекционные заболевания, они могут передвинуться в других формах. Бывает, что тот же самый вырос, который годами должен быть, мы уже забыли, то есть про него, а вдруг вспышка какая-то, и пандемия, и эпидемия. Поэтому то, что мы предлагаем для профилактики, если нет прививок на данный момент, тогда для профилактики самый, ну, как бы нормальный вариант, вот это дистанция, метеорук, дезинфекция и, конечно, маски, да. Ну, насчёт масок там есть… То есть разные мнения, да? Там разные мнения, и люди говорят по-разному, да, но всё-таки большинство, те, которые эксперты предлагают, вот эти маски, есть, ну, какой-то хорошие маски, респираторы всё-таки нужны, да, потому что есть какая-то, ну, больше процента, когда есть всё-таки, ну, не проходит вот эти вирусы, да, и… Через респиратор, да. Да, да, через респиратор. Обыкновенные маски, конечно, они чуть-чуть другую роль играют, поэтому люди вот только другой раз не понимают, это как, мы ходим в масках-масках и всё-таки заболевают, да, а одна проблема, что я хочу сказать, людям есть такая тенденция, вот поставил маску, а ему хочется что-то там, я не знаю, там чуть-чуть поправить, второй раз поправить, третий раз поправить, да. И он уже не передаётся, эти вирусы. Конечно, уже мы передаём этот вирус через руками, да, и тогда нету пользы вот этой маски, поэтому они сами говорят, извиняюсь, какая польза от той маски, тогда не трогай эту маску, да, надену же всё тогда, да, а бывает, что надел, покушал и обратно, да, ну как, ну… Ну всё уже, да? Ну, конечно, но так что сами много-много ошибок делаем, да, и поэтому потом думаем, а почему она не работает, маска? Если вот мы вообще посмотрим на вирусы, я так понимаю, что вирусы, во-первых, мутируют, да, приспосабливаются к человеческому организму, это, наверное, и COVID-19 про него тоже может так сказать, да? Конечно, потому что это вирусная природа такова, да, потому что люди тоже хотят адаптироваться, да, а вирусу, ну, всё-таки умнее человек, да, если пока на данный момент. Вообще-то микроорганизмы, они больше хотят выжить, и поэтому эти мутации, они всё время есть, да. Да, просто есть, надо выработать такие методики, то есть диагностику, как их обнаружить, да, и опередить, то есть и найти хорошие лекарства, чтобы помочь людям, да. А то, что не мутирует, было, есть и будет. Будет, да. Вот понятно, что, видимо, ещё исследования длительные будут, чтобы понять всю природу, вот, COVID-19, вот одни исследователи, когда ты читаешь, там даже массовую литературу, не только в научной, они говорят, что, ну, вот мы видим, что становится вирус более заразным, да, то есть вторая есть концепция, что если раньше считалось, что, не знаю, достаточно совсем там пройти человеком с вирусом, и ты его уже передал, но сейчас всё-таки подтвердилось, ну, по крайней мере, есть такое мнение, что всё-таки нужно какое-то время находиться, не знаю, в одном помещении с человеком, вот эти вот тусовки почему опасно, а если ты просто в двери встретился в супермаркете с больным, ты сразу не заболеешь. Да, вы правы, поэтому вот эти 15 минут, о чём говорится, да, вот, например, да, например, в одном комнате, там, не знаю, помещении, да, больше 15 минут, это, конечно, уже большой риск, что я могу заразиться, да. Вот почему мы сейчас видим на предприятиях вот это Forever и в текстильном производстве, там же люди находятся часами, да, замкнутое пространство, да. Да вы что, и вентилатики могут не так работать, там не открываются окна, ну, разные ситуации-то бывают, да, поэтому вот эти маленькие помещения, где больше народу и контакт больше 15 минут, это большой риск уже. Даже если больной бессимптомный, да, я так понимаю, исключить нельзя. Да, это тоже, ну, конечно, конечно, может, он сам даже не знает, что он уже заразился, он бессимптомный, говорит, ой, я хорошо чувствую, там нету ни кашля, ни одышки никакой, там температура повышенная, да, а потом он пошёл домой, например, да, и вечером почувствовал плохо. Оказывается, у него потом подтвердился SARS. Да, к примеру. С инфекцией, да. Ну вот, говоря о вирусах, наверное, я так понимаю, что и до этого-то, в принципе, наука знала коронавирусы, да, по-моему, три их было, да, по крайней мере, то, что было известно. То есть это четвёртый, будем считать так, да. Это уже, ну, да, четвёртый, да. Но он оказался более такой вот злобный, да. Ну, злобный, скажем так, что злобный, и всё-таки не выучили до конца, и что, да, и откуда, и что, да. И поэтому так много уже экспериментов, так много уже экспертов связаны с этой ситуацией, и что, как лучше, и что помочь для популации. Как вам кажется, будет ли сейчас, не знаю, но это такая больше даже в какой-то степени политическая проблема, будет ли власти больше ценить, не знаю, медиков или, может быть, вот эту сферу инфекционных заболеваний? Потому что, я так помню, что одно время уже говорили, ну, что там инфекционные заболевания, это прошлые века, за редким исключением это уже, так сказать, не стоя актуально. Оказалось, что даже очень актуально, да? Нас ценят и будут ценить, это я могу сказать, потому что инфекционные заболевания, как я говорю, они были, есть и будут, и поэтому не должны забыть о них, да, и не только все государство, но и каждый человек должен всё-таки более-менее знать об инфекционных заболеваниях, да, и, во-первых, насчёт профилактики. Если профилактика уже годами известна для многих заболеваний насчёт инфекционных, что есть прививка, ну, пожалуйста, делаем эти прививки. Но всё-таки есть часть людей, которые ещё нет, не для меня, не для него, а только для кого-то. Это относится, к примеру, к дифтерии, да? Например, да, потому что, да, дифтерия там и та же самая прививка против гриппа, да, потому что всё-таки мы смотрим, что мало-мало-мало-мало-мало интереса, должен быть побольше интереса. Наверное, клещевой энцефалит пока не мере, те, кто вот соприкасается. Я смотрю, что клещевой энцефалит как-то интересуется. Конечно, это больше уже весной, да, когда проснётся клещи, но люди как-то стараются что-то найти, знают информацию, где его найти, вот эту информацию, но когда ему надо дойти до вакцины, да, и сделать вот эту прививку, как-то сотни уже нет, почему сегодня, может, завтра, может, через два месяца забудется, не надо. Ну вот как-то вот это отношение, я бы сказала, вот каждого личного отношения вот как-то надо изучать побольше. Да, ну вот одно время у нас была очень высокая заболеваемость вирусным гепатитом С, но здесь, я так понимаю, всё-таки в медицине произошёл серьёзный прорыв, да, вот получились лечить гепатит. Конечно, хорошие лекарства есть, и, ну, к сожалению, прививки нету до сих пор. Нет, вот я об этом говорил, здесь как раз пошли с другого конца, зато есть медикаменты. Да, эффективные медикаменты, и это хорошо, что обследовано, и лекарства надёжные, конечно, они хороший результат дают, несмотря на то, что всё-таки пациенты не меньше стали, да, болеют многие цикапатитом, да. То есть, всё-таки заболеваемость довольно высокая, да? Конечно, конечно, это не только у нас, это не только. А второй момент я хочу приметить насчёт бегепатит. Да. Всё-таки есть случай каждый год, острые случаи, то есть, да, да, но, к сожалению, как-то прививаются, ну, не так, как бы хотелось. Это с исключением медики, конечно, потому что они обязательно и все привиты, и там у детей это всё идёт нормально. Но есть такая доля из нашей публики, да, которые и не были раньше привиты против бегепатита, и которые не медики или какие-то оперативные там работники, и они как-то не интересуются вот этой прививкой, а они тоже в рисковой группе, они могут заболеть. Ну, фактически говоря, простым языком для народа те, что через кровь передаётся, да? Конечно, конечно. Да, париэнтериальным путём операции, может, тетариевки, которые вот сексуальным путём могут быть, да, и я всё-таки удивляюсь, почему всё-таки люди, ну, не больше, как-то больше не делают вот эту прививку против бегепатита, мне бы хотелось, чтобы процент был побольше ещё. Потому что на самом деле опасные заболевания люди должны принимать. Конечно, 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 особенно если эти фульминантные формы, которые там за несколько дней и дней могут быть гибель пациента, к сожалению. Ну, фактически как целос печени, да, видимо, да? Да, 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 это острая ситуация такая, и, конечно, прививка всё-таки даёт какой-то шанс не так тяжело заболеть и не с таким прогнозом тяжёлым. Если мы говорим вот о каких-то, для нас, может быть, это экзотическое, теперь уже к счастью заболевание, но время от времени мы читаем, там, не знаю, в Монголии где-то на границе бубонная чума, то есть, видимо, там есть какие-то природные очаги, то есть время от времени это… Да, время от времени они дают нам, то есть, вот эти публикации тоже, да, но это очаги, ну, очаги такие, те, которые характерны только в той территории. То есть, это не факт, что можно дальше это перенести, да? Ну, сто процентов никто не уверен, да, конечно, потому что люди мигрируют, ситуации могут поменяться, да, но на данный момент вот такие редкие, как вы упомянули, инфекции, это только по определённым территориям. Давайте примем звонки, одевайте, пожалуйста, наушники. Доброе утро, слушаем вас, пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот регулярно приводится статистика, мы слышим, по COVID заболело там в день 5 человек, умер человек 99 лет, так сказать, от COVID, а вот параллельно не приводится статистика, сколько, допустим, заболело, как вы говорите правильно, гепатитом С, ВИЧ-болезнью. Вот если мы поставим рядом эти цифры, то мы совершенно чётко увидим, что никакой пандемии нету, а это социально-политический вопрос. Спасибо. Спасибо. Есть, конечно, и такая концепция, да, но здесь нужно, наверное, смотреть о том, что мы же боимся больше всего неотложных случаев COVID-19, да, так сказать, а не гепатит С, которая развивается медленно. Ну да, но здесь господин, с другой стороны, тоже прав, потому что мы знаем, что умирает, к сожалению, много людей, например, от онкологической заболевания каждый день, да. Вот где эпидемия настоящаяся, ну в таком плане, да. Да, инсульт, инфаркт, да, и это статистика трагическая, то есть, ну, совсем-совсем плохая, да. Да, но если сравнить, почему мы говорим, что там один заболел, два заболели, три заболели, ну, четыре насчёт COVID-19, да, умер там один-два, это всё-таки неотложная ситуация, это всё-таки острая ситуация, и поэтому вот мы должны намекнуть на этот вопрос. Можно ли сказать, что вот, ну, если мы говорим о Латвии, что сейчас вот наша медицина более готова, не знаю, к этой второй волне, чем к первой? Я понимаю, что не появились какие-то новые лекарства, нет ещё вакцины, но что-то мы всё-таки больше знаем об этом вирусе. Да, нас выучили, как бы говорится, потому что время у нас было, эксперты хорошие были, правительство всё нормально как бы сделало. Сработало, да. Да, конечно, это всё сработало, потому что, поэтому мы можем утвердить, что всё-таки мы больше готовы, как это было до этого, да, так что будет вторая волна, некоторые говорят, и третья, что там ещё будут, да, но мы готовы. Конечно, есть экстренные ситуации, которые мы не можем сегодня предъявить, например, да, но всё-таки у нас есть, то есть, эксперты, да, как я говорю, и работаем вместе с правительством, да, на группе медиков, но всё-таки есть ум, понятие, как вести. Я так понимаю, что больше всего, наверное, медики боятся, что будет одномоментно очень много тяжёлых больных, да, вот это ведь самая главная опасность. Да, это неизбежно, это большая опасность, потому что тогда надо смотреть, где оборудование, да, как персонал, сколько и как будет, но для этого готовится и план, и план почти уже готов. Да, вот такой экстренный случай, да. Да, экстренная ситуация, да, как дополнительно поставить наш персонал, как его разложить, где будут тяжёлые больные, как их монетировать, то есть, вести лечение. На данный момент мы подготовлены. 612-939, одевайте, пожалуйста, наушники, у нас ещё есть звонки. Добро, слушаем вас. Доброе утро. Да. Вот я читала, ну, там перепечатано от немецкого журнала «Шпигель», что там, ну, сейчас врачи Германии, Америки, они, наблюдая за этими больными, которые, ну, заболели COVID, ну, от вируса они вылечились, но очень тяжёлые, у многих очень тяжёлые последствия. Там и сердце, там и потеря памяти, и сосуды, и, в общем-то, ну, самые серьёзные болезни, и очень долгие, ну, месяцы, и они даже вот, ну, типа, может, это останется и на всю оставшуюся жизнь. А вот у нас какая ситуация? Вы слышали об этом? Потому что вот вирус – вирус, а если потом человек фактически неработоспособный, это тоже серьёзная проблема. Спасибо. Спасибо, да, интересную тему за то, наши радиослушатели, связанные вот с последствиями. Как я уже сказала, на данный момент идёт обследование вот этих больных, которые легко перенесли, которые были средней тяжести, ну, и, конечно, те, которые тяжело перенесли, да. Нам надо сказать, что всё-таки такие, ну, последствия тем людям, тем больным, которым уже были какие-то болезни до ковида, например, там, сердечно-сосудистые болезни какие, да, всё-таки они перенеслись с осложнениями, да. Но те, которые умерли, к сожалению, да, те люди были всё-таки с какими-то другими проблемами. То есть надо ещё понимать, что есть сопутствующие заболевания, да. И для них, конечно, это очень большая нагрузка, вот этот вирус ещё, если у них есть сердечно-сосудистые заболевания и так далее, сахарный диабет. Сахарный диабет, например, там, или перенёс когда-то инсульт, например, человек, да, а вдруг вот этот ковид ещё, да, конечно, это сложные ситуации для организма, да. И поэтому я ещё раз говорю, у нас на данный момент идут обследования. Так что в конце года мы скажем, какова по-настоящему ситуация была у нас, есть. А есть ли взаимодействие, вот вы упомянули, Канада, то есть есть взаимодействие с коллегами, да, вот в других странах? Конечно, конечно, есть Литва, Эстония, да, с которыми тоже работаем, то есть информацией обменяемся, да, и читаем статьи, те, которые публикованы в Германии, в Великобритании, например, да, и смотрим общие ситуации, какова она в белом свете. Вот одно время было такое мнение, что там даже были исследования, по-моему, английских учёных, где они пытались понять, как воздействует там окружающая среда на этот вирус, да, то есть имеется в виду влага, температура, и они даже какую-то там пытались формулу вывести, что вот при такой-то температуре, такой-то влажности вирус становится очень неустойчивый. Но всё-таки, я так понимаю, жизнь это не подтвердила, потому что надежда на то, что вот летом он полностью исчезнет, не оправдались. Да, начальные теории таковы были, что всё-таки там тёплая температура поменяет вируса, поменяет на него. Особенно при высокой влажности, как в ладке, он полностью исчезнет. Ну, всё-таки это не сработало, да, и мы видим, что всё-таки эти ситуации продолжились, заболеваемость есть, несмотря на то, что… То есть всё-таки это отличие от гриппа, да? Конечно, конечно, отличие. Ну, грипп всё-таки больше любит, когда уже похолоднее, похолоднее, да, но это мы видим каждый год, когда уже пик и январь, февраль у нас, да, по ситуации. Вот те, кто скептически относится к прививкам, в том числе против гриппа, они говорят, что, ну, мы, нам же сами медики говорят, что грипп тоже мутирует, и один раз приходит А, другой раз Б, потом мы знаем, что у нас было довольно тяжёлый для многих смертельными случаями вот так называемый этот свиной грипп и так далее, да, вот насколько тогда эти прививки эффективны. Понятно, что они 100% не защищают, но, по крайней мере, не знаю, оберегают от осложнений, и это, наверное, важно, да? Да, конечно, во-первых, хочу сказать, ни одна вакцина, то есть прививка, не делает 100% гарантии, ни одна, ни от дифтерии, ни от гриппа, ни от COVID, которая будет, да, это во-первых. А во-вторых, любая прививка, которую мы делаем, всё-таки даёт шанс, и большой шанс, что мы не заболеем тяжёлыми формами. Вот что важно. Да, вот это важно, вот это важно, да, там от гриппа делаешь, не будет тогда у меня там страшный грипп и сложные ситуации, да. Вот это должны люди понять, да, для чего созданы прививки. Вот мы знаем, что зачастую, я так понимаю, на начальном этапе иногда грипп от COVID, ну, без анализов не отличить. И нет ли опасности, вот в том же, особенно в учебных заведениях, ну, не знаю, там, пришёл ребёнок с высокой температурой, да, но сразу же невозможно сказать, это у него COVID или грипп, да. И не получится ли так, что всё равно придётся, наверное, нам на каком-то моменте уйти на виртуальное обучение, на виртуальное образование? Есть такие прогнозы, потому что начнутся ситуации, когда побольше будут болеть и молодёжь, конечно, и школьники, и другие группы людей, да. И сразу отличить вот высокую температуру, это что, COVID или грипп, никто не скажет, это только по анализам. Ну, что я хочу сказать, если вот эти симптомы появляются, ну, там заболелась голова, сразу температура, поболела горло, не надо тогда пойти не в школу или на работу, например. Не надо экспериментировать, да, посмотреть, что будет. Не надо делать эксперименты и заразить других. Главное тогда, если ты заболел, сиди дома и лечиться дома. Скажи доктору, тогда он скажет, что дальше делать. Но не надо тогда ходить в класс и заразить других школьников. Или пойти на работу и делать опасные ситуации для других работников. Вот это главное правило. Успеем, наверное, ещё принять ещё один звонок под занавес эфира этого часа, по крайней мере. Доброе утро. Слушаем вас, пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. У меня к доктору вопрос. Помните, пожалуйста, у моего сына был разрыт в сердечной аорке. А можно ли ему делать сейчас от ковида инфекции и укол? Прививку, да, вы имеете в виду? Прививку, да. Ну, госпожа спрашивает, прививку от ковида? Ну, да. Она думала, может, от гриппа. Потому что от ковида ещё пока нет прививки. Поэтому я слышала, что от ковида, конечно, надо ответить, что от гриппа надо делать прививку. Так что… Как раз наоборот он в группе риска. Наоборот, конечно, он в рисковой группе, да. И, конечно, госпожа рекомендуем ему прививаться от гриппа. Ну, кстати, но это ещё, наверное, дело будущего. Но если всё-таки будет возможность вот этой прививки от ковида, возможно, там тоже будут какие-то противопоказания. Это мы пока ещё не знаем, да. Пока не знаем, потому что изучаем ещё, да. Но всё-таки мало противопоказаний от любых прививок. Они особенно, если настоящие вот эти, самые-самые настоящие противопоказания. Обычно люди больше боятся от тех противопоказаний, которые совсем не настоящие. Да, вот эти люди путают, да. Поэтому рановато ещё сказать, какие они будут от ковид-19, но они будут. Вот известный давно этот способ, когда вот берут, там, не знаю, плазму переболевших и вводят. Я так понимаю, что этот всё-таки используется метод, да? Он используется, да. Ну, да, 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 да. Ну, он не обширно используется. Но есть такие ситуации, и есть такие государства, которые используют, да, и смотрят ситуации. И есть и хороший результат. То есть так нельзя сказать, что это не годится, да? Нет, однозначно нет, нет. Так что есть и ряд, конечно, рисковой ситуаций, да, но есть и хороший результат. Вот, как бы, завершая беседу, как вам кажется, всё-таки, как сейчас, ну, то, что мы уже говорили, понятно, социальная дистанция, там, заболел, сиди дома, там, мыть руки, это всё понятно. Может быть, в местах массового скопления людей маски носить, это тоже ясно. Вот, тем не менее, мы видим, что сейчас уже даже, ну, в Латвии тоже в какой-то степени всё-таки власти стараются вот эту чрезвычайную ситуацию не вводить заново, понимаешь? Наверное, вот мы уже сказали, что психологически сложно опять людей запереть дома на долгое время, экономика не выдержит. Значит ли это, что вы тоже склоняетесь к тому, что какие-то определённые критерии можно смягчать? Определённые можно, но нельзя отменить всё, я бы сказала, потому что всё-таки ограничения должны быть. Самоизоляция должна быть? Самоизоляция должна быть, так как она сейчас есть, которые приехали за рубежом, конечно, соблюдать. Две недели, да? Да, максимально. Второй момент, если есть какие-то маленькие симптомы, конечно, сразу звонок и, конечно, проверка насчёт COVID, да, и соблюдаем правила. Но дистанцию, конечно, эту физическую, социальную выдержать нелегко, поэтому это… Я, например, не знаю, как в общественном транспорте это сделать, да, но, наверное… Ну, там вообще непонятно. Утром и вечером невозможно, да. Нет, там же полно, там полно людей, и людей можно понять, ну, не каждый пойдёт там сколько километров до дома, да, и, конечно, они все там будут, я извиняюсь, там в одном салоне, да, и близко. Это там, ну, какие два метра, там 20 сантиметров, если бывают, а даже не бывают. Особенно в час пика, это же понятно. А час пика вообще, что там делается? Ну, запретить им ехать на гастранспорте – это невозможно, да, ну, что все едут, будут ехать на своих машинах, ну, и каждому-то есть, да. Так что эта проблема постоит, она будет. Если человек в респираторы ездит в общественном, это хорошо, тогда, конечно, он меньше риск делает. Он для других и для себя, наверное. Для других и для себя, да, конечно, и это не запрещается. Второй момент, ещё хочу людям сказать, ну, если заболел, ну, пожалуйста, сиди дома, лечись дома, да. Ну, ты чувствуешь симптомы, да. Конечно, не надо насморком, температура повишенная или там болит горло, ну, пожалуйста, не кашляй. И тогда, ну, не ходи в государственном автобусе или троллейбус, там, трамвай, да. Не разноси дальше инфекцию, любую. Ну, конечно, и цени других, цени, которые ешь здорово. Да, я думаю, что вот будем ценить друг друга, это самое лучшее, что в этой ситуации можно сделать. Будем ждать вакцину по разным прогнозам, да. Кто-то говорит до конца года, кто-то говорит всё-таки январь, февраль, следующий год. Больше, да. Всё-таки больше, да. До конца года уже меньше какой-то прогноз, скорее всего, в том году. В том году, то есть ближе к весне, да. Ну, больше весна, прогнозы чуть-чуть уже меняются. Если до этого сказали до конца, до конца года этого, да. Обязательно, да. Но нет, не получается. Тем более, даже вот мы видим мировые державы, Соединённые Штаты, да, так сказать, Франция, Великобритания тоже пока не готовы. Пока не готовы. Массовые вакцины, да. Но наша страна в момент ожидания. Да, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.